Детская просрочка на сумму около 17 тысяч рублей. Вот, видишь, ментовские прихвостные мусорам по просьбе списывают номера, банкнот. Их мусора попросили, а они рады на них решать. Я прекрасно знаю, что у меня просрочено. А мы-то не знаем, мы констатируем факт, что не просроченная оказалась. И закупка, реализация. Можете оставить письменную претензию на магазине, либо обратиться на... Претензия вам будет, и штрафы через Роспотребнадзор сейчас будут, и всероссийское слово. Всем привет, вы находитесь на канале Клуб Патриот. Ну, а мы находимся сегодня в солнечном и сибирском Новосибирске. Сегодня мы проводим рейд в эту трансформаторную будку. Шутка. Ну, а идем мы в магнит-косметик. Вчера мы там перед закрытием обнаружили, проведя разведку, памперсы и подгузники Мэрис. И памперсы. И подгузники памперс с истекшими сроками годности. Сейчас мы их туда идем как раз-таки закупать. Посмотрим, что будет дальше. Так, ну вот он как раз этот магнит-косметик. В коробку тебе лучше. Сам памперсы будет в коробке. Шесть, сто шесть, сто шесть, пять. Шесть, сто шесть, сто пять. Так я вам, надо передавать. А он у него есть. Он вот у нас главный передаст сегодня. Я ему даю деньги, он вам их передает. Нет у них телек под наши закупки. А какой сегодня? Они ожидали, что ты придешь, он купит один дезодорант, один шампунь для яиц. Вот. И веник. И яйца после пятерочки, и магниты надо мыть. Это бесспорно. Естественно, потому что они по рубль пять станут. Не предусмотрели, как людей бабки за дерьмо брать. С хорошей наценкой. А вот. Насчет сервиса вообще не подумали. Мы взяли по хорошей цене. В других магазинах намного дороже. Вау. Класс. Отличная цена. Я отличный пан. Так, ладно, может что-нибудь еще купим. Ну давай. Раз по хорошей цене. А сегодня белые, да, скидки? На белые цены. Да, на белые. Ну это вот как белый танец, да? Тайфово там для некоторых, да? Давай эту тебе скидку, я боюсь она свалится. На вечеринку. Вот так же кайфово в говните. Белый ценник говно, но по белому ценнику. Леонидыч что-то говорил, что на днях будет футбол смотреть. Ага. А если футбол смотреть, значит и пиво пить. Я понял, для чего тебе столько памперсов. Ну нельзя же отходить от тебя. Скидки на белые ценники. То есть вот белый ценник, я сам ценник могу купить. На белые ценники скидки? А, на товар по белым ценникам. А я полагал, можно купить сами белые ценники. Я думаю, какова цена на 100 белых ценников? Но она говорит, скидка на белые ценники. Не на товары по белым ценникам, а на сами белые ценники. Наталья Чернова прогнала сотрудницу, которая пыталась нормально, корректно ответить на вопрос. И это директор магазина. Денег давай. Представляешь? Наталья Чернова. Вот, видишь, ментовские прихвостни мусорам по просьбе списывают номера банкнота. Угу. 16.15. Их мусора попросили, а они и рады на них и шачат. Да, после, походу, не знаю после любого или нет, но после магнита косметик надо с руки спиртом обрабатывать. Или антисептиком. В магазине очень грязно, очень пыльно. У Леонидача руки уже черные от пыли. Вот такое количество памперсов, которое у меня было сегодня приобретено в магазине магнит косметик. Капец. Самые старые, которые мы нашли. Вот они. Приобрели тоже. Падает даже, не видно. Нет, ни хрена не видно. Срок годности вышел, получается, 21.07.2020 года. Напоминаю, сейчас 15.09.2021. То есть они просрочены на год и два месяца. Город Новосибирск, улица Гоголя, 43.01. Это близ метро Маршала Покрышкина. 6.577. 6.165. 12.612.700 примерно. 16.900 почти на 17.000. Я хотела поинтересоваться. А вот скажите, у вас где информация о руководстве? Висит где-то? О наших сотрудников или руководстве выше? Ну, руководство и магазина, и выше руководство магазина. Есть где-то? Нет, не висит. Не висит. Тогда мне нужен директор. Сколько он? Скажи, скажите. Желательно супервайзером, например. У вас кто супервайзер? Мария Александровна. Мария Александровна? Да. Как фамилия? Да. Кудровская? Нет. Сейчас я позвоню, она приедет. Просто нечетко слышно. Она приедет. Хорошо, что она приедет. А вы понимаете, да, что происходит? Здесь это директора и супервайзера. Ну, я знаю. А, не знаю. Для чего вы просите? Для порции. Вот здесь ваша и Мария статья. Вот это все статья. Причем 238-я. Статья 238-я. Часть 2, пункт B. Часть 2, пункт B. Вот все это, то, что здесь лежит, согласно чекам. К магниту, кстати, и так очень много в последнее время претензий и гонений по поводу арбузов. Ну, вообще, каутандер. В Москве на улице Совхозный, дом 16, это близ метро Люблино. А вы еще и здесь в косметиках, магнит-косметиках, умудряетесь беспределить. Нет, нет, нет. Хорошо. Ну, да, а что с ними не так? Ну, я как бы знаю, что... Не берет. В смысле просто? Вам дали посмотреть памперсы. Что с ними не так? Задали вопрос вам, как директору магазина. Вы можете посмотреть и понять, что с ними не так? Я посмотрела и поняла. Подождите, я не образовалась супервозером, а сейчас решила. Она посмотрела и поняла, а говорит, что просто, чтобы были директоры супервозера. Что она сказала вам? Ну, пока я не могу вам ничего сказать. Сейчас мне перестанут, и я даже не знаю, что делаю. Давай деливер сюда закажем, пообедаем. Леонидович. Нет, я предлагаю полицию просто заказать сюда и пообедать с ними вместе. Что они там решают, видите ли? У них консилиум. Вы рекорд поставили на городе Новосибирске. Как вас зовут? Наталья Чернова. Директор данного Тухлоплитона. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на эту штуку. Это рекорд Новосибирск. Нет, вы обойдите, чего вы тянетесь. В 20-м году, в июле месяце, у них вышел срок годности. Это детская просрочка. На, бот и три месяца. Срок годности три года, подтверждаю. Да, здравствуйте, Мария Александровна. Я сервайзер данного магазина. Неправильно понимаю, что вы сегодня приобрели товар, который не соответствует сроку годности? Нет, товар как раз соответствует сроку годности. То есть, какой срок годности, тот и товар. То есть, с истекшим сроком годности. Товар не соответствует требованиям безопасности. Данные товары предназначены для малолетних детей в возрасте до 6 лет. В чем усматриваем признаки преступления, согласно 238-й статье Уголовного кодекса, часть 2, пункт Б. Товары здесь на сумму примерно около 17 тысяч. Мы хотим вести сейчас переговоры с руководством, поэтому, в принципе, так как разумно вести переговоры с руководством в случае нарушения нашего права, как потребителей, естественно, смотрим, может, директор у вас не так давно на магазине, такая какая-то скромненькая, не сразу понимает, что происходит. Вот, в нами было принято решение попросить ее связаться с супервайзером, ну, то есть, получается, с вами. Вот, хотите, подъезжайте. Будем разговоры разговаривать по поводу нарушенных прав потребителей. Могли бы вы оставить на памперсами номер, я оставлю с вами сажать. А с памперсами нам что делать? Ну, а с памперсами нам что делать? Вы с нами свяжетесь в течение какого времени? Я с вами сажаю в течение 5-10 минут. А, да, давайте, хорошо, я оставлю сейчас свой номер. Взяли, не посмотрели, да, и пофигу что покупать. А у них просрочки полмагазина. Даже тебе на стол хватило, Шур. Это твой сегодняшний памперс на просроченный стол. Потому что мы реализуем продукцию, которая не соответствует требованиям безопасности. Ну, то есть, вам абсолютно все равно, что здесь все это продается, как супервайзеру. Это не в моей компетенции, к сожалению. То есть, все равно директору, все равно вам, а вообще это компетенции. В компетенции Владимира Владимировича Путина. У нас большая организация и закупом товара, и ассортиментом товара ни я, ни магазин не занимается. При чем тут закуп товара, как вы говорите, закуп? И закуп, и реализация. Можете оставить письменную претензию на магазине, либо обратиться на магазин. Претензии вам будет, и штрафы через Роспотребнадзор сейчас будут, и всероссийское слово. Хорошо, хорошо. Ари Ведерчи. Здравствуйте, вы позвонили службу 02, полиция города Новосибирска. Служба 02, Никита Иванович. Здравствуйте, улица Гоголя, 43-1, магазин «Магнит Косметик». Сюда нужна участковая или следственно-оперативная группа. Магазин «Магнит Косметик» торгует товарами для детей в возрасте до 6 лет, которые не соответствуют требованиям безопасности, а именно с истекшими сроками годности. Сейчас произошла закупка на сумму около 17 тысяч рублей подобных товаров. Кто покупал? Вы покупали? Да, я покупал. Именно участковой или именно следственно-оперативной группы ППС не подходят. Нужно составлять протокол осмотра места происшествия и материал вместе с изъятыми товарами некачественными направлять по подведомственности в территориальный отдел Роспотребнадзор и в управление СК РФ по Новосибирску. Так, а фамилию скажете с вами? Может быть вас соединить тогда с центральным отделом, потому что у нас уже заявка будет ваша? Прямо передавайте им. Ага, и все хорошо. И все. Все информации, все хорошо. Нам главное, чтобы было уточнение про участкового, про следственно-оперативную группу, потому что почему-то... Я знаю, что появление дела, что просите вызвать оперативную группу. ППС вот иногда присылают, непонятно зачем. Смотря что, ну, у них бывает, что в ППС приезжает, а потом уже на место, если группа занята, ей нужно срочно сразу на место. Может, если даже и приедет в ППС, будете дожидаться. Ну, ждем, ждем. Вот эта группа тогда не всегда бывает свободна в этот момент в данный. Да, хорошо. Ожидайте подъезда сотрудников. Ну, давайте, давайте, по беседам. Слушаю вас внимательно. Ну, я хотела бы предложить вам возврат, сделать такие средства. А с этим что делать? Ну, если это следственный просрег, то, естественно, это должно утилизироваться. Не-не, это сейчас не просрег, это улики. В будущем уголовном деле. Сейчас полицию уже вызвали? Да, конечно. Это все будет... Ну, а чего? У нас супервайзер что сказал? Что я клевать? Какого у нас выбора остается? Официальное оформление? Все. А что делать-то? Визуф обойдете девочку. Сто процентов? Сто процентов, да. Так, ну, менты были вызваны, а обед никто не отменял, поэтому Александр Леонидович торжественно распаковывает зерновой откорм. Будем откармливать Сан Саныча, придется. Вот, зерновой откорм распаковывает свой зерновой откорм. И откармливает Сан Саныча. Что ж ты, Сан Саныч, сегодня будешь трескать-то, а? Да. Посмотрим, что там нам Бургер Кинг послал. Здрасте, вы вызывали? Мы вызывали. Здрасте, мы вызывали. Рассказывайте, что у вас случилось? Кому? Блин, вот пренебрегают. Старший участковый центрального отдела полиции майор Полиция Ковалева. Ковалева Екатерина Сергеевна. Просроченная, нет? До 26-го года. Непросроченная, Костерина Сергеевна. Я прекрасно знаю, что у меня просроченная, что у вас случилось. А мы-то не знаем, мы констатируем факт, что непросроченная оказалась. Вы рассказываете, что у вас случилось? У нас нет, у акционерного оборудования Тандр сегодня случилось, судя по всему. Вот у них проблемы, у них даже горе, я бы сказал, как и у граждан этого района и покупателей. А мы сегодня сюда пришли, совершили 4 покупки. На общую сумму 16 978 рублей. Приобретались товары для детей в возрасте до 6 лет. Подгузники, трусики. Почему вы находитесь в общественном месте без маски? Я еще на первый ваш вопрос не ответил, чтобы отвечать сразу на второй. Или ваша фамилия Антонова на самом деле? Нет. Нет? Вы не из Ярославля? Ваша фамилия не Антонова? Точно? Нет, точно. Вы ознакомились с моей фамилией. Ну, мало ли, изменила Антонову фамилию и переехала в Новосиб подальше от всероссийской известности. Ход. Продолжаю отвечать далее на первый вопрос Екатерина Сергеевна. Но мне все равно, как батю вашего зовут. Купили товары, 4 покупки. Абсолютно все товары оказались состекшими сроками годности. Посматриваем признаки преступления согласно 238 статье уголовного кодекса, часть 2, пункт 2. Вот, пожалуйста, оформляйте, изымайте, направляйте в Роспотребнадзор подведомственности. Может быть, в Управление Следственного комитета по Новосибирской области, так как 238 УКРФ – это их последственность. Чеки есть, но они у них мне очень не понравились, так как адрес, посмотрите, невозможно разглядеть. И мы уже затребовали копии этих чеков. Но там тоже не было фактического адреса, только юридический адрес в Роспотребнадзоре. Город Новосибирск, улица, дома 13-1. Ну, плохо виден. 13-1, а вы находитесь в доме 43-1. Представляете, Екатерина Сергеевна? Так вот, как раз попросили еще уточнить, что товар действительно был приобретен в магазине «Магнит Косметик» на улице Гоголь, 43-1, с печати, с подписью директора. Вот, часть вашей работы даже помогли сделать. Ну, что-то, пожалуйста, в фронте работы. Вот, Екатерина, прошу ознакомиться. Вот это рекорд Новосибирская. Ты слышал, как она сообщила почти всей стране о том, что она работает, а не несет службу. Пиши на нее заявление. Пишите на меня заявление. Потому что только оборзевшие работают, а не служат. По моему мнению. Это рекорд Новосибирска по жопности товара. Детская просрочка на год и два месяца. Нет, не стоять, а писать. Писать будет, наверное, Екатерина, я думаю. Которая Сергеевна. Это преступление вы не сможете оставить. Это улики в уголовном деле, возможно. Если бы это была какая-нибудь взрослая... Мы усматриваем, прям безбазарно. Здесь две уголовные статьи. 238 и 293. Прошу провести проверку. На наличие признаков состава преступления. 238 и 293 УК РФ. 238 и 293 УК РФ. А, там уже пускай следователь квалифицировать. По факту реализации продукции, предназначенной для детей с истекшим сроком годности. Заявление, заявление. А, это заявление же с пониманием? Моё заявление. Вы отдельно будете писать? Он рассчитывал. Я пишу заявление. По факту реализации. По строчке. Вы приобретали, правильно? Мы вместе. Мы эту игрушку на месте. А мы, наверное, не строчке. Я ей говорю, вы будете два заявления писать, либо одно. Он рассчитывал, что майор примет заявление. Он увидел, что майор где-то гасится. Вот. И говорит по телефону. И говорит по телефону. Ваня, Ваня, вы меня-то пытались наехать. Вот. И всё, короче. И пришлось ему наставлять заявление. Слушайте, вы не хотите вот так же про Роспотребнадзор? А, сейчас. Четыре факта. Магазин закрывается с 1,90 суток до устранения нарушения. Роспотребнадзор. Ну, это Роспотребнадзор, а мы полиция. Я в курсе, но мы не можем позвонить сами, потому что нет телефона Роспотребнадзора. Мы направляем им материалы. Это да. А вот смотрите, четыре факта. Реализация детской просмочки. Вот они четыре. Это четыре факта. Сюда. Это уже является основанием для того, чтобы вызвать опердруппу, которая есть у Роспотребнадзора. И вам тогда вообще ничего не надо. Ну, только заявление принять о преступлении. По требованию. Мы сейчас его примем. По требованию представителей. Это я знаю. Сейчас зарегистрируют. Мы проводим проверку. А Роспотребнадзор, по требованию. Я не могу этого. Это выезжали. Я не могу этого. Давайте вам поговорим. Совершенно верю. Так позвоните. Тяжело. Вот четыре факта. Вот просроченная детская продукция. Сейчас мы примем от вас заявление. И соответственно, уже после того, как вы его напишете, мы уже будем проводить за несколько действий. Хорошо? Договорились. Хотите? Не вопрос. Мы не тянем абсолютно. Мы никуда не торопимся. Мы хоть до утра с вами будем тусить в этом стране в магнице. А знаешь, почему она отвернулась? Потому что стыдно. И есть за что стыдиться. Ну, подсекала, подслушивала там разговоры. Вместо того, чтобы промониторить сроки годности, например. Кто у вас внедрил в те отсюда, в Алтанда, такого сеть магнитов, какой конкурент или какой враг нашей страны, это предстоит еще выяснить. Три года? Там в описании. Итак, как все началось? Тусили мы с Александром Леонидовичем в Новосибирске. Вроде немножко по другим делам. И узнали по ситуации в магазине «Магнит» в Москве, близ метро Люблинов, на улице Совхозный, дом 16. Про арбузы и про прочее, прочее. Мы посетили «Магнит» в Новосибирске на «Гоголя-13». 41. На «Гоголя-13» мы посетили «Магнит» в торгово-развлекательном центре «Галерея». С нами он был отмониторен. Обнаружили огромное количество просрочки. Мы думали, у «Магнитов» есть еще и «Магнит-косметик». Может быть, хоть и они чистые, подумали мы. Дай придем и посмотрим. И здесь вообще всплывает нечто. Детская просрочка на сумму около 17 тысяч рублей. То есть у акционерного общества «Тандр» два направления бизнеса. Это, если не учитывать деление магнитов на магнитов дома и магнитов семейные. Травить продуктами граждан. И травить предметами гигигены и бытовой химии граждан. Вот два направления у сети «Габнит» акционерного общества «Тандр». Если руководство в Краснодаре на Ливаневску 185 сейчас нас смотрит, я знаю, что вы нас очень часто смотрите, то требуем, примите меры. Так продолжаться не может. Ваше имущество, а не имущество магазина. Мы сейчас возврат сделаем, членки вам отдадим. Членки вам отдадим. Поэтому, если вы делаете возврат, то мы изымаем. Если вы возврат не делаете, то без вашего разрешения мы не можем одеяться. А зачем нам 17 кусков заскоронить, верно? Это ваше право, может вы так хотите. Нет, ну я же похож на идиота, чтобы так хотеть. Директор придет, сделает возврат. Про возврат мы у нее не спрашивали. Только про возврат. Сделать возврат и изымить все это в отдел. В отделе хоть памперсы с трусиками и подгузниками появятся. На детей я в рассрочку. У вас центральный ведь отдел, да? Там он уже в труху все превратил. Нет, у вас центральный отдел, да, правильно я понимаю. Вот, центральный в отделе. Там появятся подгузники, трусики. Возможно, центральный отдел, так как он центральный, проведет распределение подгузников и трусиков по другим отделам Новосибирска. Центральная почта ведь занимается распределением. А МВД, почта и сперрбанк такие страшные вещи, которые придумали россияне для того, чтобы внешний враг кошмарился. Еще госуслуги-то надо выключить, надо. Обязательно. Мои документы, да? Новый функциональный центр. МПЦ, госуслуги, это вообще ад на земле, филиалы ада на земле. Какие еще страшные вещи наши ученые разработали? Кстати, Академгород Новосибирск. А, еще страшные вещи наши российские разработчики разработали следующее. Автомобиль «Лада жопа» и так далее. Все это, простите, надувательство простого народа, чтобы бюджет этого вводить. Так же и магнит сегодня. Он забрал покупателя 17 тысяч, впарив ему по сути то, что давно должен был магнит выкинуть помойку. С вами был Саша Леонидович на ЗОС-ТВ. С вами были представители Тухлой Притонной, представители МВД. Сразу все дружно отвернули. Скажем так. А, стесняюсь, кстати. Значит, надо в комиксы идти срочно. Вот, и, конечно же, Сан Саныч, клуб «Патриот». А, чтобы не быть таким просроченным, как этот сука-магнит, подписывайся на канал, жми на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Нравится видосы, ставь лайкосы, пиши комментосы, и Родина тебя не забудет. Клуб «Патриот». Всем спасибо, всем пока.